В ночь на понедельник боевики «Хамас» подвергли массированной ракетной атаке израильский «Ашкелон», находящийся примерно в 10 километрах к северу от сектора «Газа». Часть ракет смогли преодолеть систему противоракетной обороны «Железный купол». В результате в городе повреждено жилое здание и есть пострадавшие, в том числе, ребёнок. Днём стало известно о ракетном ударе «Хамас» по Аждоду, который находится примерно в 25 километрах на север от «Газы». По данным израильской стороны, всего за трое суток конфликта по стране было выпущено более 4 тысяч ракет, по меньшей мере 700 израильтян убиты и более 2300 ранены. Одной из главных целей для палестинских террористов остаётся Тель-Авив. В его сторону из сектора «Газа» было направлено не менее полутора сотен ракет. «Бомба попала прямо в наш дом. Это ужасно. У нас есть несколько друзей, которые были на рейв-фестивале. И мы понятия не имеем, что с ними происходит. Мы очень обеспокоены». Между тем, в армии обороны Израиля заявили о полной эвакуации более чем половины жителей из тех населённых пунктов, что прилегают к границе с «Газой» и о взятии под контроль территорий, граничащих с ней на юге. «В районе, прилегающем к сектору «Газа», уничтожены сотни террористов «Хамас». И их тела ещё продолжают лежать там». В качестве одной из мер борьбы с террористами «Хамас» Израиль решил прибегнуть к полной изоляции контролируемой ими территории. «Мы вводим блокаду «Газы». Там не будет ни электричества, ни еды, ни воды, ни топлива. Всё будет закрыто. Мы боремся против дикости и действуем соответственно». Израиль продолжает силами авиации и артиллерии наносить удары по объектам «Хамас» и «Исламского джихада» в секторе «Газа». По сообщениям армии обороны Израиля, атакованы более 500 объектов, среди них 8 командных центров террористов. При этом некоторые из них были расположены в многоэтажных жилых зданиях и мечетях. «Все больницы сектора «Газа» переполнены в связи с большим числом жертв, которые поступают из всех обстрелянных районов «Газа». Число пострадавших растёт, холодильные камеры в моргах также переполнены». По словам премьер-министра Израиля, задачи, проводимые в секторе «Газа» операций, заключаются в том, чтобы полностью уничтожить военный и управленческий потенциал террористов. «Нет слов, чтобы описать половину того, что случилось, и масштабы всех разрушений, которые нас постигли». По данным издания «Вашингтон Пост», в течение ближайших двух суток Израиль может начать наземную операцию в секторе «Газа». Самое массированное и самое кровавое нападение на Израиль за последнее десятилетие унесло жизни уже более полутора тысяч человек, как в результате нападения на сам Израиль, так и в результате его ответных ударов по сектору «Газа». Бои идут в нескольких израильских городах и кибуцах на границе с сектором «Газа». А началось всё три дня назад, утром 7 октября, с неожиданного нападения боевиков «Хамас». Наш корреспондент Сергей Дик говорил с очевидцами, как это было. Длинные очереди на пунктах переливания крови. Такую картину можно было наблюдать во многих израильских городах. Жители страны хотели оказать посильную помощь пострадавшим. «Открытые пункты сбора крови уже в субботу, 7 октября, уже в середине дня были обращения временно не прибывать на эти пункты, потому что там образовались слишком большие очереди из желающих сдать кровь для пострадавших. И сейчас как-то это в течение вчерашнего дня и сегодня как-то это упорядочивается, публикуются линки в интернете, с помощью которых можно записаться, как-то получить время. Вам могут назначить время, какой-то временной интервал, когда вы можете приехать. Борис Йентин живет в Тель-Авиве. Буквально перед этим интервью слышал сирену. Почти все жители города знают, что делать в этом случае, куда бежать и сколько на это есть времени. Улицы довольно пустынны. Общественный транспорт ходит реже обычного. Атмосфера в городе и обстановка совсем не такая, как обычная. Это чувствуется. Воздушная тревога действительно была какое-то время назад. Не было сообщений о каких-то последствиях ее именно в центре страны, в районе Тель-Авива. Были сообщения о разрушениях и пострадавших в более южных районах. Михаил Ледогостер проживает на севере страны, неподалеку от Хайфы. Сюда ракеты не долетали. Но эхо полноценной войны, о которой заявили власти Израиля, слышно и здесь. Мы постоянно слышим эти хлопки от самолетов, которые преодолевают звуковой барьер. Все мои друзья, знакомые, так или иначе задействованные в силовых структурах, все пошли в резервисты, в том числе и полицейские, военнослужащие, которые служили в боевых частях. Все находятся сейчас в резерве. А людям, которые обладают личным правом ношения на личное оружие, дано распоряжение находиться рядом с оружием. Школы не работают, а вот двери супермаркетов открыты. В некоторых из них собирают помощь для армии. Недавно нашел супермаркет купить какие-то вещи. Стоит тележка с табличкой, что это объявляется стихийный сбор помощи для солдат. И поскольку я служил в армии, знаю какие-то необходимые вещи, что-то купил, положил туда. Под обстрелом со стороны сектора Газа прежде всего юг Израиля. Такие кадры сняли в Ашдоде. Но и на юге, и на севере, по рассказам очевидцев, местные жители стараются помогать друг другу в любой ситуации. Идет такая большая компания взаимопомощи. Люди помогают друг другу. Вообще в Израиле удивительно. Удивительная ситуация, по части эмпатии, взаимопомощи. Я выбегая по очередному сигналу из квартиры, случайно дверь захлопнула. Так вот, весь дом помогал мне с этой проблемой. Никто не ушел, все стояли до конца. Вместе с тем, жители Израиля шокированы тем, что произошло, и кадрами, на которых они увидели своих погибших, избитых и взятых в заложники соотечественников. И сейчас многие думают не только о том, как помочь своей армии, но и о том, как сделать так, чтобы все заложники были освобождены. Параллельно боям на границе с сектором Газа, накануне 8 октября Израиль подвергся минометному обстрелу со стороны боевой группировки Хизбаллах из Ливана. Израильская армия нанесла ответные удары. В понедельник также стало известно, что Израиль задействовал боевые вертолеты, которые обстреляли территорию Ливана. Сообщения о том, что к конфликту подключается еще и Ливан, вызвали опасения о разрастании географии боестолкновений. Израиль в жесткой форме уже предостерег Бейрут от эскалации и начал подготовительные мероприятия по эвакуации мирных жителей от границы с Ливаном. Ливанские военные несут вахту на юге Ливана. Именно из этого района были выпущены ракеты, поразившие израильские цели в районе спорных территорий фермы Шебаа. Местные ливанцы слышали перестрелку. «Мы охотились и услышали пуск ракет. Израильтяне ответили, обстреляв деревни в этом районе. Они продолжают обстрел». В этом регионе зачастую происходят ракетные обстрелы без каких-либо заявлений с разных сторон. Но на этот раз ливанская шиитская группировка Хезбалла, поддерживаемая Ираном, публично взяла на себя ответственность за атаку. «Наши сердца, умы, души, наша история. Это оружие и ракеты, и всё, что у нас есть с вами. Потому что мы – то сопротивление, которое изначально было основано для вас, для Палестины и Иерусалима». Хезбалла заявила, что запустила ракеты из солидарности с палестинцами, а также в ответ на, цитата, «израильскую оккупацию ливанской территории». Многие страны, в том числе и Германия и США, относят эту группировку к числу террористических организаций. Её цели схожи с целями палестинской исламистской группировки «Хамас», среди которых уничтожение израильского государства. Некоторые министры в правительстве Берута, как и ряд депутатов в парламенте этой страны, представляют политическое «крыло Хезбаллы». Сотни сторонников партии вышли на улицы города. «У нас есть причина для встречи. Мы собрались, чтобы поддержать наших братьев». В ответ на удары Израиль усилил меры безопасности на границе. Его военные заявили, что открыли ответный огонь по целям Хезбаллы с помощью беспилотников. Миротворческие силы ООН в Ливане призвали к сдержанности на фоне растущих опасений, что израильско-палестинский конфликт может перерасти из локального в региональный. О том, как такое нападение на Израиль, как то, что произошло 7 октября, вообще стало возможным, куда смотрели израильские спецслужбы и что случилось с железным куполом Израиля, поговорим с экспертом по безопасности Сергеем Мигдалем. Сейчас вы видите его на своих экранах. Сергей, здравствуйте. Сергей, сейчас все буквально задаются вопросом, как спецслужбы Израиля, которые всемирно известны своей эффективностью, смогли просмотреть подготовку Хамасом к такому масштабному нападению? Это действительно очень, конечно, важный вопрос. Нельзя тут все сваливать только на одни спецслужбы. В данном случае речь идет в первую очередь о военной разведке армии обороны Израиля и о службе общей безопасности и ее контрразведывательных отделах. Они ответственны, в общем, за наблюдение за ситуацией в Газии. И это действительно важный вопрос. Важно подчеркнуть, что Хамас, который теперь стал, в общем-то, руководит квази, непризнанным квази-государством в Газии, он начинал все-таки как очень тайная террористическая исламистская организация. Поэтому их военное, особенно руководство, да и политическое тоже, привыкло работать в условиях конспирации, компарментализации, всякой скрытности. Поэтому очень трудно знать, что у них внутри происходит, между прочим. Пользуются курьерами, держат секреты. Самые важные решения до последнего момента. Но не менее важная, конечно, проблема была это, скажем так, многолетнее отношение к проблеме Газа, о которой всем известно, со стороны израильского военного и политического руководства. Которые уже многие годы при разных коалициях, разных премьер-министрах, еще начиная с премьер-министров Шарона и Ольмерта, и всех коалиции премьер-министра Натаньяу и тех, кто были кроме него, как бы эту проблему, ее расшение какое-то пытались отложить на потом, чтобы установить какой-то временный статус-кво. Вы помните, что регулярно были ракетные обстрелы или попытки рейдов Хамаса и исламского джекада на границе. Это заканчивалось израильскими бомбежками, обстрелами, ракетами, иногда столкновениями даже на земле, потом следующее перемирие, которое достигалось с помощью посредников из Катара, Турции или Египта. Тем временем этот гнойник нарастал, и по-другому это быть не могло. Сейчас, очевидно, к этому прибавились факторы иранского давления на Хамас. А Иран – это главный в данный момент спонсор и финансист Хамаса и джекада тоже. И по поводу грядущей сделки Израиля и Саудовской Аравии. И они хотели этому ставить палки в колеса. И к этому, конечно, добавилось то, что Хамас сам по себе давно это готовил. И мы видели в последние, кстати, месяцы очень его резкую перепалку и даже столкновение с палестинской полицией активистов на западном берегу Киа-Ардана и в Рамале и в других городах западного берега. Да, они хотят застолбить свое влияние как самый главный представитель палестинского народа. Не как Абу Мазен, он же Махмуд Аббас, которого они обзывают соглашателем и колоброниционистом, а настоящие борцы, которые обещают всех евреев изгнать из Израиля и Израиль уничтожить. И поэтому это было важно. Они готовили давно. Многие вот… Я разведчик, контрразведчик на пенсии и оперативник, но даже из прессы, телевидения, других источников я видел, что Хамас к этому готовится. Они, кстати, иногда там раз в несколько месяцев показывали видеоролики со своих учений, где видели их боевиков на мотоглайдерах, на резиновых лодках, на вот этих пикапах с пулеметами, как они тренируются в различных акциях. И все время были, например, у меня опасения, что они собираются такое сделать. Сергей, ну вот вы, как вы говорите, контрразведчик на пенсии, мы можем как угодно это называть, просмотрели, не досмотрели. Получается, не только израильтяне, но и разведки других стран, тех же США, например. Как вот вообще это смогло произойти? Да-да, и разведка США, как я понимаю, и Англии, и Германии, и Франции, то есть тех стран, с которыми Израиль плотно сотрудничает, тоже ничего конкретного не заметили. Видела бы напряженность. Мы вот последние шесть недель люди заметили, что начались беспорядки у забора безопасности, в которых участвовали палестинская молодежь, активисты Хамаса. И Израиль тоже предпочел это спустить на тормозах. Говорилось о том, что Хамас требует еще денежных влияний от Катара, что он требует послаблений для палестинских рабочих, которые ездят с колесной работой из газа. На самом деле, как я понимаю, они проверяли реакцию Израиля, увидели, что Израиль не хотел принимать жестких мер, потому что не хотел эскалаться. И вы знаете, у нас начинается Лига чемпионов по баскетболу, концерт Бруда Маркс, сборная Израиля играет со Швейцарией в отборочных играх чемпионата Европы, люди едут в отпуск, никто не хочет. Но это уже как бы то, за что придется, я думаю, в будущем политически заплатить нынешнему руководству правительства и страны, а сейчас все-таки израильтяне занимаются другим. Я думаю, что важно сказать, что Хамас совершил большой просчет, я считаю. Сергей, ну вот сейчас сектору газа объявлена полная блокада от продовольствия до электроэнергии. На что сейчас расчет? За много лет, которые это происходит, не всегда же была блокада газа. Я там сам неоднократно бывал, будучи молодым солдатом и офицером. Блокада частичная газа вместе с Израилем и Египтом совместная началась после 2007 года кровавого переворота, когда Хамас провел переворот после властей палестинской автономии, убил сотни палестинских полицейских и офицеров и выгнал чиновников. И вот с тех пор этот контроль продолжался. Это не полная блокада, вы знаете, продолжалась масса гуманитарной помощи. Палестинские рабочие ездили на израильские стройки и фермы. И под контролем Израиля поставлялись стройматериалы, продукты, топливо для электростанций, которое в газе напрямую, это электричество, вода. Но вот ЕС буквально пару часов объявил, что прекращает всякую помощь палестинцам. Конечно, это немножко другая вещь, но согласитесь, что даже в такой ситуации был абсурд, что Израиль, который этот Хамас обстреливал регулярно, одновременно и практически помогал гуманитарным хотя бы образом населению. Газы в основном из гуманитарных соображений, совершенно верно. Это была ситуация странная. То, что вы сказали про Евросоюз, это потому что там тоже увидели вот эти ужасные кадры с 7 октября, захваты заложников, потому что то, что делал Хамас, конечно, это во-первых военная агрессия. Хамас это уже не просто террористическая организация, это уже практически полноценная армия боевиков. Как раз хотела, вы упомянули про заложников, сказали. Я хотела как раз вас спросить. Израиль сейчас объявился, что он находится в состоянии войны. Сухопутная операция в руках палестинцев, как мы знаем, находится сейчас более 130 израильтян. Если проводится сухопутная операция, что будет с этими людьми? Что будет с этими 132, по-моему, людьми? Премьер-министр Антониал назначил уже специального человека, бывшего генерала, бригадного генерала Галя Кирша, как специалиста по этому проекту, который будет заниматься пленными и заложниками. Но вы правильно сказали, что это состояние войны. И раз это состояние войны, то война против Хамаса. Обратите внимание, задача, которую поставило правительство в ночном заседании. Это уничтожение военной и властной инфраструктуры Хамаса и исламского джихада в Газии. Перевод на более простой язык. Это будет означать полную оккупацию Газа, ее полная зачистка, уничтожение всех боевиков или пленение и уничтожение военного и политического руководства Газа. Когда речь идет о такой практически тотальной войне, проблема пленных и заложников, она все-таки не переверочердная. Правильно? Америка ведь не прекратила войну против милитаристской Японии, потому что в руках японцев были десятки тысяч американских пленных амфицеров и солдат, которых захватили на Филиппинах в начале 1942 года. И десятки тысяч, из которых умерли в нечеловеческих условиях. Точно так же Англия не перестала бомбить Германию, и Советский Союз не перестал надвигаться на Германию и воевать с ней, хотя там были тысячи, в советском случае миллионы пленных, которых убивали и морили голодом. Да, нацистские изверги. Поскольку это война, Израиль, в данном случае, это решительность не только правительства, а всего народа. Я надеюсь, к концу дня уже будет создано правительство национального единства. Сейчас ведутся эти переговоры. И у премьер-министра нашего и правительства они это будут делать не только потому, что это, как я считаю, правильно, потому что такого израильский народ потерпеть не может, но и просто даже с точки зрения своего элементарного политического интереса и выживания. Потому что любой премьер-министр, который согласится на компромисс, перестанет быть премьер-министром сегодня в тот же день. И это вот, что многие комментаторы не понимают. Сергей, вы обрисовали сейчас общие цели и задачи сухопутной операции Израиля. Какого развития именно с военной точки зрения дальше ждать? Ну, естественно, у меня нет тут на компьютере полных планов израильской армии. Ясно, что, во-первых, то, что происходит сейчас, параллельно с артиллерийской авиационной подготовкой и бомбежкой важных целей в Газе, обратите внимание, она очень сильная. Вы видите такие кадры с мощнейшими взрывами и даже падающими зданиями. Тем не менее, каждый такой удар – это удар по конкретным целям, которые выдает обычно военная разведка, которые многие месяцы и годы собирала и по свежей оперативной информации. А пока это происходит, как вы знаете, проходит под перегруппировка сил израильской армии, как регулярной армии, уже четыре дивизии идут в Газе и перегруппируются там, и огромное количество резервистов. Израиль призвал уже 300 тысяч резервистов и призовет еще. То есть мы говорим, вещь идет о сотнях тысяч солдат и офицеров. Такого призыва не было в Израиле никогда, даже во время войн 82-го и 73-го года. Да, эта информация уже прозвучала в нашей программе. Да, и это значит, конечно, часть этих людей, не забудьте, будет отправлена на северную границу, чтобы держать ее под присмотром и сдерживать Хизбалу. Мы слышали сейчас, там происходят инциденты, вот последние два инцидента, где уничтожили четырех террористов рядом с забором безопасности. Сейчас был еще инцидент. Как я понял, взял на себя ответственность исламский джихад палестинский, да? Это действительно палестинцы. Не забывайте, что в Ливане живут сотни тысяч палестинских беженцев, которые еще и воюют между собой, потому что они разделены на фатах, хамас, исламские джихады, плюс они еще воюют с другими какими-то, против христианских милиций и так далее. Но они как бы формально не принадлежат к себе Хизбалле, но делают это очевидно с разрешения Хизбаллы, которая сама пока в боевые действия не вступает. У них есть свои как соображения на этот счет. Но в любом случае теперь уже сюрприза на северной границе быть не может, поскольку Израиль уже на готове и большие силы уже там развернуты прямо сейчас. Спасибо большое, Сергей. Спасибо, что нашли время подключиться к нашему эфиру. На связи с Боннской студией был израильский военный эксперт Сергей Мигдаль. На фоне крайней эскалации конфликта на Ближнем Востоке Израиль объявил о переходе страны в состояние войны. Об этом мы уже говорили. В Германии и Франции все еврейские и израильские учреждения взяты под усиленную охрану. И в то время как над Бундестагом и ведомством канцлера Германии в знак солидарности с Израилем подняли флаг этой страны, а Бранденбургские ворота подсвечиваются с прошлой субботы бело-синими цветами, в самой стране, в некоторых городах, в первую очередь в Берлине, люди в основном арабского происхождения вышли на улицы, чтобы отпраздновать атаку Хамас на Израиль. Полиция акцию, устроенную организацией «Самидон», которая регулярно призывает к антисемитским митингам, ближе к ночи прекратила. На следующий день в немецких городах прошли акции в поддержку Израиля. Как реагировала в целом Германия на происходящее на Ближнем Востоке наш корреспондент Владимир Есипов? Новая синагога в центре Берлина. Здание чудом уцелело в хрустальную ночь, пострадало входы Второй мировой. С 1995 года она снова стала важным центром для евреев в Германии. У входа, как всегда, дежурит полиция. Еще в субботу министр внутренних дел Германии Фезер объявила о необходимости усиления мер безопасности еврейских учреждений. Но в центре Берлина пока ничего необычного не происходит. Только при виде камеры полицейские подходят с вопросами, что и зачем мы снимаем. Но это центр, а в районе Нойкёльн, где высока доля мигрантов из арабских стран, в минувшую субботу при попустительстве полиции прохожие устроили празднование террора в Израиле. В воскресенье на митинг солидарности в памяти погибших в Израиле у бренденбургских ворот собрались сотни людей. Я считаю, что как израильтянин я обязан быть здесь. Потому что то, что произошло за последние сорок восемь часов, это катастрофа не только для Израиля, но и для всего человечества на этой планете. Видеть, как похищают детей, как похищают пожилых женщин, как похищают целые семьи и отвозят их в эти ужасные места и обращаются с ними не по-человечески. Свободный мир не может смотреть на это. И извините, я перевозбужден делать вид, что ничего не происходит. Подобному нет оправдания для таких поступков и нет прощения, кто бы и что не говорил. В тот же день выступил и канцлер. Ясно одно. Мы самым решительным образом осуждаем действия Хамаса. И прежде всего, однако, мы делаем все, что в наших силах, чтобы добиться того, чтобы это нападение не переросло в эскалацию с непредсказуемыми последствиями для всего региона. И мы предостерегаем всех от поддержки терроризма в данной ситуации. Глава немецкого МИДа в воскресенье также резко осудила атаку Хамаса. Однако, одними словами, дело явно не ограничится. Немецкие политики практически единодушно требуют пересмотра финансовой помощи палестинской автономии, вплоть до полной заморозки средств, выделяемых правительством Германии, поскольку в Берлине хотят быть уверены в том, что бюджетные деньги не используются против Израиля. Между тем, в берлинской прессе появились статьи о возможных связях арабских криминальных кланов в Германии с террористическими организациями Хамаса Хизбалла. И теперь немецким властям предстоит разбираться, действительно ли арабские преступные авторитеты отправляют на Ближний Восток заработанные в Германии деньги, которые могут быть использованы для организации терактов в Израиле.